приветствую вас дорогие друзья с вами лорли мор и добро пожаловать на рубрику полезные моды space engineers ну что ж настал тот самый час когда мы поговорим действительно о полезных модах и о тех модах которые в принципе привносят нашу игру очень много нового и без них мы сейчас уже не представляем игру потому что нам очень и очень-очень позарез нужны например щиты или пушки раньше я был сторонником ванильной игры но сейчас вижу что все-таки как бы с модами может и лучше но когда игру допилит с модами будет вообще шикарно давайте же перейдем к нашей основной теме сегодня это такой мод как energy shields то есть казалось бы мод очень простой о нем и говорить не стоит но давайте сначала взглянем на мою базу то и а за это назвать сложно это просто полигон на который мы будем тестировать следующих выпусках оружие вот здесь валялись ништячки мы будем тестировать оружие именно и в основном сегодняшний обзор данного мода про щиты очень очень нужен для тестирования оружия чтобы мы как-то измеряли урон который будем наносить потому что если мы будем только в блоках до измерять то это честно словно нам придется поразрушать слишком много но разрушать мы тоже будем и сегодня мы поговорим не просто о моде щитов мы еще и поговорим о скрипте с помощью которого можно вывести данные данного как бы мода на скрин то есть на экран на любой панель сколько у нас щитов осталось так далее давайте обо всем этом подробно поговорим сегодняшний значит наш мод небольшой он содержит в себе чуть всего четыре блока давайте перенесем значит на нашу панельку 1 2 3 и 4 и также расскажу обо всех функциях данных а блоков и так начнем с самого первого блок счета самый простой блок щита он называется щит смолчил генератор малый генератор щита выглядит он таким вот образом и со всех сторон буквально он имеет разъемы для модуля усилений о модулях поговорим чуть-чуть позже также у нас имеется второй такой блок будет побольше это большой генератор щита просто тут цвет у нас красненький давайте выводил им красным чтобы было более заметно он на себе содержит еще больше элементов собственно говоря для усовершенствования то есть разъемов и соответственно сам вообще содержит больше единиц щита как значит эти щиты работают все очень просто давайте пока удалим этот щит они работают таким образом что всю вашу сетку на которые они поставлены они наносят определенный слой грубо говоря слой который давайте сейчас оружие поставлю какую-нибудь который защищает этот самый слой и буквально аккумулирует весь урон себя то есть например вот если я буду стрелять в эту поверхность она будет загораться таким вот такими сотами и вместо того чтобы ваши допустим блоки портились они будут брать себя урон ветераны игры знают и мы об этом объяснять не нужно может быть даже не ветераны знают то что очень популярный мод долго тянуть не буду расскажу про эти модули у нас есть всего два модуля один из них вот этот вот то есть блок интересный если мы его ставим на данные как говорится щит давайте мы его поставим то это будет так это будет просто выглядеть вот таким вот образом давайте приблизим как видно по люк принту у него есть такой вот разъем чик если мы его ставим сюда не так точнее так не надо ставить какие-то сделал вот таким вот образом ставим то есть розеточкой розеточки н 12 и он загореть загорится зеленый цвет если гореть зеленым цветом значит вы все сделали правильно то тут и ошибиться крайне сложно и а значит один из модулей увеличивает емкость вашего щита то есть на сколько единиц мы поговорим чуть позже а второй модуль это модуль который увеличивает скорость перезарядки вашего щита что же скажу что вот этот круг называется щитка по сейтер то есть накопитель щита 2 называется shield флаг скойл то есть ускоритель и такие вот всего четыре блока как же мы будем поступать если нам нужно все это вывести себе допустим и дисплей мы пользуемся определенным скриптом что же у нас есть такой интересный скрипт у него аж целых три разработчика имена которых я не назову потому что например данный мод сделан такими известными инженерами как шоу стул и леса у стул и сетон по поводу скрипта я не буду так распространяться потому что скрипт наполовину рабочий сейчас наполовину он забагованный так как новое обновление вышло она немножко покрошила его но давайте вам все-таки покажу что это за скрипт и так заходим сюда нажимаем browse скрипт и у нас грузится соответственно кранчик сейчас он загрузится здесь вот написано тех и грек эй шилд путь скрипт рынок и так и называется шилд путь скрипт и ставим значит его суда соответственно здесь имеется большая инструкция и на самом деле оно нам действительно вот я был невнимательным когда читал данные описания и к огромному сожалению да здесь есть парочку таких указаний которые надо наносить на щит тут можно запутаться на самом деле авторы сделали нормального кайда по тому как выводить данные с этих щитов на самом деле этот скрипт подразумевает красивые разноцветные дисплеи с показателем процентности щитов это очень удобно когда вы строите корабль и у вас будет такой вот красивый худ но данный худ сейчас пока не работает имеется ввиду красочный работает более упрощенная версия и так мы ставим эту программу в программируемый блок затем мы заходим в меню данного lcd и в названии пишем вот такую вот фигуре на квадратных скобках shield lcd двоеточие tds и мы получаем так такие вот данные здесь можно посмотреть покопаться конечно же и увидеть другие скажем да скажем например здесь можно увидеть другие настройки tds допустим текст он дисплей он ли small font то есть маленькими с маленьким шрифтом tdl с большим шрифтом bts bars and text shield дисплей то есть вот 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 здесь четвертом пункте есть все эти а буковки которые можем вносить тут также вот th y и это уже скажем анимированные то есть считает красивые то есть с таким красивым этим и также здесь но угловые даже дисплей можно наносить вот видите здесь можно будет корневек сидит текст дисплей короче разные тут варианты есть что действительно очень удобно на самом деле и данные дисплей мы на самом деле будем использовать активно когда следующие значит наши обзоры на моды будут уже относительно пушек и вот мы тут разгуляемся по полной потому что пушек модификации пушек дофигище то есть очень много разных модификаций и так перейдем к практикому значит вы назвали свой lcd вот таким образом tds у меня здесь написано и у нас выводится соответственно процент счета показывается сколько единиц счета у нас сколько у нас вообще полный то есть полная емкость счетов и секунды восстановления счета и теперь мы еще раз вернемся к тем самым блоком и мы обнаружим что вот этот вот малый щит пока что на него не навешаны усовершенствователи он у нас имеет емкость 10к то есть 10000 единиц щита это очень удобно зачем я это сейчас сделал чтобы мы например вот я буду стоять здесь я сделаю всего один выстрел видите потратилось определенное число то есть мы можем в принципе наблюдать сколько щитов тратит допустим один выстрел тратит получается где-то 80 насколько я знаю до 80 или 70 урона наносит если добавить ко всему этому нулик то мы так и получаем поэтому это очень удобно то есть 80 или 70 урона также мы будем вычислять урон всех пушек потому что только так можно будет вычислить сколько урона наносит какая-либо пушка чтобы у нас была шкала измерения и так давайте проверим наши модули теперь мы можем проверить мы малый щит значит 10к теперь поставим сюда допустим вот модуль емкости один из модулей и посмотрим насколько у нас увеличилась скорость то есть ну емкость щитов и мы видим что у нас увеличилась аж на 10к то есть вот одна такая вот круглая фига мотина в принципе в себе содержит такую же емкость как и базовый блок то есть это круто это означает что если обвешать со всех сторон давайте попробуем обвешать там сколько у нас получается сейчас на каждую сторону по две то есть и в итоге посмотрим сколько у нас будет конечно можно математически вычислить и сказать очень быстро но я практика так то блин что ж тебя так как видите надо ставить обязательно этой стороной и у нас получается такая вот штука шняга давайте посмотрим какая у нас полная емкость 90к и так ребята вот со всех сторон облепленные емкостными модулями данные как бы устройство дает нам 90к щитов но тут такая проблема все это идет медленно все это очень чем медленно и чтобы это все ускорить нам соответственно нужны еще модули флаг с койл то есть которые будут ускорить 90к допустим нам не нужно это слишком жирно но нам нужно чтобы наши щиты очень быстро восстанавливались давайте проверим насколько усилится восстановление ну допустим я нанесу какой-нибудь урон у нас допустим всего 10к ну кстати мы избыточное количество щитов здесь осталось так цель кстати можно измерить а все уже сбросился значит так вот допустим как вы видите 24 секунды требуется на восстановление щита 24 написано или он восстанавливает 24 единиц хотя я в этом конечно сомневаюсь но может быть скорее всего может быть да хотя не уверен вот думаю что скорость короче какая-то такая но если мы поставим допустим вот такие вот модули уже скорость восстановления щитов значительно повысится что действительно очень полезно при боях допустим когда вы заезжаете кораблю в корму а он там восстанавливается давайте обвесим все этими самыми модулями хотели давайте с одного начнем и посмотрим какая у нас будет разница так разница пока что тут не особо видно пускай восстановится так ну-ка итак 10к и у нас соответственно скорость возросла чуть чуть незначительно если раньше там она за 2 тика восстанавливалась теперь устанавливается за то есть за за 3 тика теперь за 2 теперь если мы обвесим его полностью вот этим штуками посмотрим что из этого получится и посмотрим что из этого выйдет будет ли будут ли наши щиты восстанавливаться мгновенно насколько эффективны вообще эти модули надо знать все так и теперь берем пушку так один выстрел восстанавливается за один тик вот можно даже здесь проверить давайте покуролесим вот посмотрите как быстро идет восстановление то есть уже 80 80 процентов то есть тут восстановление уже идет большими цифрами сотками уже то есть пошло то есть очевидно что они довольно эффективны но но мы еще не протестировали последний аспект данного мода это конечно же мы еще не посмотрели емкость большого щита сейчас мы его поставим large генератор посмотрим сколько у него какая у него емкость его конечно же будет очень большая емкость скорее всего 200к как мы видим да то восстанавливается тоже все медленно и 240 секунд и больше для того чтобы это ускорить давайте-ка мы сюда добавим наши щиты таким вот образом отлично и я надеюсь на то что и у вас должна быть должно хватить достаточно энергии друзья чтобы вы могли восстанавливать щиты потому что энергия тратится на это просто очень большая вот и что мы видим энергия просто пошла космическими путями на восстановление то есть тут всего 200к если у нас 200к но это 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 неплохо на самом деле можно увеличить еще емкость допустим с одной стороны по наставить этих самых модулей вообще увеличить намного можно даже 2 миллиона сделать там как многие делают то есть есть чем корабль заполнять в принципе то есть у нас получается так то есть у нас даже не показывается какое-либо число потому что мы такой малый урон наносим до относительно мы такой малый урон наносим относительно всего этого ну что ж давайте мы это исправим мы сейчас поставим сюда блок ракетницы давайте перенесемся на эту панель так ракетницы давайте все наше вооружение которые есть внутренние турель турель гатлинга да уж так ракетная турель уже была в принципе все виду турели есть кроме вот это тоже проверим короче все проверим такс но эти ракетницы они одинаковые в принципе их можно что ж начнем с пушек поставим такую штуку то есть ли лицом сюда лицом туда вот так вот так управлять управлять мы можем только понятно с кабин управлять можем ну ничего сейчас поставим кабину и будем управлять все так такс где у нас тут а внутренняя турель и вправлять отлично да все вроде бы отлично только вот такой я кое о чем не подумал да сейчас мы это исправим секунду и так я поменял место турели теперь мы увидим сколько урона будет наносить данные допустим пушка если тут бесконечно стрелять то скорость восстановления наших щитов все равно так велика что это никак не влияет на собственно говоря сам щит вот точнее на из на все это но давайте-ка мы удалим наш щит потому что так мы не измерим урон потому что у нас пушечки слабые поставим что-нибудь помощь ну послабее послабже обычный щит сейчас поставим потому что ну большой щит мы будем ставить когда мы будем тестировать соответствующие пушки так чё здесь 20к а этого поставить то есть данный скрипт показывает общее количество щита на вашем корабле так чё-то он медленно восстанавливается давай-ка ему поможем поможем сейчас сейчас быстро приготовлю за кадром и так я все настроил у нас теперь 10к и мы сможем отслеживать допустим урон этой пушки выстреливаем один раз и видим что она наносит принципе даже меньше урона или чуть меньше урон чем наша винтовка королевская то есть принципе неплохо но этого мне мало конечно же так как я собираюсь тестировать теперь ракеты и вообще проверить все оружие наше поставим-ка турель гатлинга уберем вот это и поставим нормальную такую хорошую добрую турель гатлинга и сейчас возьмем управление я в свое время очень любил эту турель гатлинга так ну что ж поехали а вот это турель уже за один выстрел сносит больше урона конечно то есть мы видим что все еще идет восстановление то есть он сносит где-то так немало где-то сто с чем-то урона сносит а если атаковать вообще так то есть как видите вообще можно очень быстро потратить данный щит то есть турель гатлинга породит короче назначен мы также можем ну вот кстати мне интересно турель гатлинга такая крутая будет ли такой же крутой допустим вот такая турель гатлинга так как я насколько знаю такая турель гатлинга ну не знаю это такое мое мнение сейчас я это проверю через маленький этот ну как это называется короче вы сейчас все увидите итак дорогие друзья я сделал такую конструкцию смешную вот такую вот и поставил кнопочку для того чтобы выстрелить один раз и как раз мы сейчас увидим какой урон наносит допустим этот гатлинг чем он отличается от урона данного гатлинга ну что ж сейчас буквально остановится наш щит наш щит точнее и мы приступим к эксперименту и так все восстановилось с нажимом жмем по урон в принципе такой же то есть как вы видели один выстрел был практически такой же может быть в чем-то чуть чуть сильнее но это незначительно сильнее то есть гатлинги у нас стабильно рулят да так скажем осталось проверить нашу ракетницу конечно же как же без ракетницы то можно как же можно то без ракетницы так переходим к ракетной турели управлять бла-бла-бла-бла и вот так вот куда-нибудь сюда выстрелим на мишеньку мы не видим просто процента так что-то я не вижу чтобы ракеты вообще наносили какой-то урон что за безобразие себя что ли выстрелить да без разницы что-то какой-то пак вы сами это можете видеть но ракеты не наносит либо скорее всего на стройках мира включен само урон то есть отключим турели давайте-ка мы отключим эту функцию вернемся и так дорогие друзья я выставил сам урон турели то есть меню кстати в настройках мира можно это сделать и давайте попробуем посмотрим повлияло ли на что-то да это повлияло как мы видим урон от ракетной турели скорее всего он распространяется по площади поэтому он сносит где-то 500 да он сносит где-то 500 очков приблизительно давайте попробуем еще раз то есть пускай восстановится щит и так он восстановился повторяем наш эксперимент да он сносит где-то 500 урона но она приходится по площади так что такие вот дела дорогие друзья ракетницы остальные будут атаковать совершенно так же поэтому не будем этот эксперимент повторять ну а кстати говоря вот это вот вкусняшка данный мод мы уже будем рассматривать потом если вы хотите увидеть обзор на данный мод то есть более глобальный который создает нам огромные-огромные щиты то пишите defense shield и а сейчас 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 нам осталось попрощаться потому что следом у нас будут пушки и при том на какой мод вы бы хотели видеть обзор обязательно обязательно об этом напишите в комментариях и ваш покорный сделать для вас обзор на данный мод ну чтож до скорых встреч дорогие друзья с вами был дубимор всем пока пока всем печенье добра и здоровья до скорых встреч а